Немецкая коалиционная эпопея спустя пять месяцев после выборов подходит к концу. Коалиционный договор уже одобрили христианские демократы, теперь слово за эсдеками. Получится ли у немцев наконец-то сформировать правительство, выясняла Татьяна Лагунова. Ангела Меркель в шаге от четвертого канцлерского срока. Если все пойдет по плану, уже завтра немецкая коалиционная эпопея закончится и в стране появится новое правительство. Даже заголовок коалиционного договора показывает, он дает правильные ответы и делает выводы из результатов голосования. Это прорыв для Европы, новая динамика для Германии и сплоченность страны. Договор христианские демократы одобрили без особых уговоров. Даже несмотря на то, что партии ради коалиции пришлось пойти на ряд болезненных уступок. Например, отдать партнерам портфель министра финансов. Наша линия неизменна. Никаких новых долгов, никакого повышения налогов и в то же время большие инвестиции в будущее. Эта политика с мыслью не только о современниках, но также об их детях и внуках. Испортить планы Меркели, сорвать ее четвертый канцлерский срок, впрочем, еще могут социал-демократы. Судьбу немецкой коалиции решали рядовые члены социал-демократической партии, а это более 450 человек. Все они по почте получили формуляры для голосования и до пятницы должны были выслать в штаб ответ «да» или «все-таки нет». Сейчас голоса считают. Результаты СДК объявят завтра, но первые прогнозы уже есть. Я надеюсь, что решение будет позитивным и даже не хочу спекулировать на этой теме. В такую солнечную погоду нужно готовиться к хорошим новостям. Ну а если новости окажутся плохими и коалиция сорвется, то готовиться придется всей Германии к новым парламентским выборам. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.